Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкес и мы продолжаем прохождение игры Метро Исход. Нам удалось захватить буксир. Без жертв не обошлось, но все спартанцы целы, а мы с князем с помощью буксира пробрались на мост. Если все пройдет по плану, скоро мы сможем отсюда уехать. Наша следующая цель – комната управления механизмом моста. На самом деле довольно странная. В прошлой серии у нас с вами был довольно странный штурм этого буксира, когда меня вроде как заметил всего лишь один человек, а мои бравые удальцы начали шмалять, почем попало вообще в кого зря. Я с этим в корне не согласен, я подозреваю, что возможно у меня из-за этого зафейлится что-то, либо на этой локации, либо возможно концовка игры будет плохая. Но после вот этого момента я честно заморачиваться больше не буду, потому что я не очень вообще понял вот этот игровой момент на самом деле. И в принципе я с ним не согласен. Я бы без шума и пыли там все бы сделал, но мои что-то начали расстреливать этих ребят вообще. Всего лишь потому, что я там попался кому-то на глазах. На самом деле довольно-таки серьезная глупость. Смотрим, там у нас двое, да? Да. Так, давайте сейчас баночку, наверное, швырнем, посмотрим сколько и кто куда уйдет. Так, их всего двое, но проблема в том, что там еще и третий товарищ подгребает. Ладно, давайте попробуем обойти. Я думаю, что здесь у нас это возможно получится сделать. Так, есть. Да, вот, кстати, первая проблема у нас какая? У нас замочек. Чтобы замочек снять, нужно выстрелить. Стрелять не очень хочется, но выстрелить можно еще и из тихаря, в принципе. А можно пройти и здесь, кстати говоря. Давайте попробуем. Ребята чудные такие. Чуть что, сразу давайте исповедоваться. Так, один впереди. Один здесь. Так, отлично. Отлично, пока все получается. Нет, брат, не сдрефил он. Как вернулся в храме, скандал устроил, но своего добился. Теперь вместо Семена за еретика молиться будем, понял? Я вот думаю... Тихо-тихо-тихо. За еретика, хотя делаю богоугодное, но Семена, а потом что? Да что-то думать на пустом. Перекрастился, порох поцеловал и обратно ушел. Где мы, ну, понял? Скорее всего, придется сейчас возвращаться. Возможно, сможем где-то здесь пройти, а возможно и нет. А, посмотрите-ка, скорее всего, мы с вами сможем пройти вот здесь. Так, ничего полезного нету, все, идем дальше. В принципе, я сейчас ни про какие полезности думать не хочу. Никакие патроны собирать не хочу. Я хочу просто максимально аккуратно пройти это место. Чтобы не зафейлить. И чтобы не начать тут палить. Во всех подряд. Так, опасно, опасно, опасно лутать. Можно нарваться здесь на проблемы. Хотя на самом деле, эти же ребята, когда меня увидят, они же ведь начнут стрельбу. Они заморачиваться не будут. А я, в свою очередь, должен заморачиваться здесь, так скажем, немного, да? Пытаться сохранить здесь... Некий, так скажем, зыбкий мир с ними. Так. Давайте сейчас осмотримся. Какие у нас здесь варианты. Ммм, тут три бойца. Я вот думаю, может все-таки нейтрализовать нам одного из них, который вот здесь стоит. Давайте попробуем сейчас посмотреть, получится ли это сделать. Нет, ничего. И не было похоже. Ммм, нет, слишком опасно. Я думаю, слишком опасно это делать. Если только нам не сделать вот так вот. Эй, мне кажется, что-то там в проходе есть. Посмотрим сейчас, сколько их придет сюда. Так, сейчас посмотрим, что там. И чего банки разбрасывать? Как на тропу виде ни разу не были, честное слово. Ммм, знать бы сколько пришло. Ну что, рискнем? Можно. Тушим свет. Так, в принципе, пока у нас с вами все получается. Я нашел некий лифт, но не знаю пока, как им пользоваться. Возможно, где-то внутри есть какие-то элементы управления. Вот еще один боец. Сейчас отвернется, и я попытаюсь его нейтрализовать. Хотя, с другой стороны, а это нужно вообще? Вопрос. Я думаю, что нет. Поэтому давайте, скорее всего, подниматься на лифте. Артем, я почти на месте. Где ты там потерялся? Да нигде я не терялся. Ну тут надо же вообще все сделать четко. Ох ты, жесть какая. Так, тихо, тихо, тихо. Товарищ, зря ты вышел покурить куление. Грядит здоровью. Ты в этом сейчас лично убедился. Остальные, как я понимаю, они, скорее всего, просто обычные селяне, скорее всего, да? Ну вот там вот впереди солдатик. Заметить могут, опасно. В принципе, я думаю, что мы можем здесь сейчас сохраниться. Слушайте, очень опасно. Я, честно, даже не знаю, как сейчас пройти. Я попытаюсь сейчас вот сюда сунуться. Хотя нет. Нет, 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 опасно. Наверное, придется как-то вот так вот идти. Где-то здесь. Возможно, вот эти ребята меня, в принципе, заметить не смогут. Может, у них здесь свои дела, как говорится. А я им, собственно, и не нужен. М-м-м, замочек, да? А ну, тихай, собьет или нет, интересно? Собьет. Отлично. Слушайте, это очень здорово, что можно таким образом вскрывать здесь замки с обратной стороны. Это очень хорошо. Ох, жесть там рвет этого проповедника. Вообще, просто штырит, как говорится, не по-детски. Так, а вот и солдатик еще один, да? А ну, друг. Давай, отдыхай. Не обижайся. Такие здесь правила. Так, там два бойца. Я со мной, ребята, баночку. Возьмите-ка, поиграйтесь пока. Порассматривайте, что это за такая штука интересная. Прикольная, да? Оп. Отлично. Так, тихо-тихо-тихо. Так, тихо-тихо-тихо. Заманчиво. Ладно. Если что, быстро загрузка у нас в любом случае останется. Слушайте, напряженная миссия, честно. Я прям вообще здесь дышу порциями по чуть-чуть. Давайте-ка вот так сделаем для начала. Это дело мы тушим. То, откуда еще здесь может прийти, непонятно. Ну, надеюсь, никто и ниоткуда. Вы знаете, вот сейчас что еще сделаем? Очень надеюсь, что отсюда никто не придет. Хочу подкрафтить быстро банок. Очень-очень быстро подкрафтить баночек. Все. Отлично. Потому что сейчас они пригодятся. Отвлекать придется здесь, ребят. Так, так, так. А ну, ребята. Опа. Так, вы знаете, все. Этого будет достаточно. Больше делать ничего не хочу. Выключил и сразу ушел. Лутать будем потом. Сейчас я думаю, что это совершенно не нужно. Так, что за перезвон? Интересно. Ага, вот кто меня спалил. Я понял. Их тут двое. Двое красавчиков. Так, 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 так. Один уходит. Ой, только бы не повернулся в мою сторону. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Пока прячемся. Интересно, что за колокола? Может быть, потому что я... Кого-то здесь. Ох ты, как неудобно получилось. А ну, вот так вот сделаем, друг. Оп. Ай, жесть какая. Да ладно. Спалил, да? Да какой эти слуга сатану? Ты что, сдурел, что ли, мужик? Ах, жесть. Хотел добежать. Ладно. Ладно. Момент действительно, да. Проблематичный. Так, чекпоинт три минуты назад. Ну, окей. Что-то какой-то момент, все, прошел один на одном моменте. Завис. И не знаю, что делать дальше. Воу. А я где? Это интересно. А хотя, с другой стороны, вы знаете, возможно, даже это еще и к лучшему. Сейчас мы сделаем вот как. Скрафтим здесь банок и отсюда сохранимся и пойдем дальше. Поль здесь у нас сохранение прошло. Все. Отлично. Так, интересно, а тут никак нельзя по наручке прощемиться? Нет, наверное, нет. На приемках. Их стоит у наших вороты конь железный. Масло в машинном сверкации. С соком олимпийским всем. Воу. Тихо, 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 тихо. Тихо. Среди вообще оружия врагов лады. Ибо настал наш. Аминь. Аминь. Так, давай, давай, друг, давай, уходи. Тебе пора на службу. О, какой же ты вообще бдительный у нас, а, попался, товарищ. Мы исполняем волю Господа нашего. Все, отдохни. Я вот что думаю. Может быть, нам достаточно просто сразу вот сюда пойти? Может быть, оставить в покое вот этих ребят? Ну, ходят они и ходят, и ладно. Так, тихо, 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 тихо. Пожрется рыба, и дело неверных и изгубок. Ибо можно пора смыть. А электричество медит кальку. Моя девяльная. Половимся рыбозащите. Призовем ее. Придится рыба. Вам баночка, ребята. Отлучки просьба. Тебе, друг, баночка. Отвергаю телехикры, дьяволому. Ток электрический троп. Для тех подарков лукавого лукца. Ишь залез куда-нибудь. Ой, жесть, серьезно. На, получай в лицо. А ну, засчитается, нет? Вроде как, я никому не убил. И вообще, сюда лимит. Да, сюда, неопределенно сюда. Ну, привет. Добрались. Значит, не рекомендую. Силантик. Катерину увели, до меня добрались. Ух ты, шутка, Артем. Слушай, мы здесь просто проездом, понял? Если наших работников они стрелять не будут, мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама, она спросила, забрать ее с дочкой. Ну что, все понятно? Чего не понять-то? Сначала головорезов местных извели, а теперь и за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже вдовы крови напились? Ничто никого не убивал. Да успокойся, дед, что ты орешь-то? Уезжайте с глаз на лоб. Пусть бог вас за грехи карает, а мне надлежит вас мою беречь. Ну вот и молодец. Братья, внимание! Огонь не открывать! Это мудрое решение, Силансик, ты молодец! За стрельбу, прокляну! Вот все, что мог. Вы, главное, не стреляйте, а машинисту скажите, чтобы не знал, мозг еле дышит. Не останавливаться нельзя, мозг труб нет. Вам придется прыгать, давайте рубим. Убереваясь с местными, нас пропустят. Если не будем стрелять, то пойдем малом козу. А, я останавливаюсь. Прием. Ну что ты, говорит, гнат, не будете? Пролетает такой, разбрасывает там осколки. Айтем, прыгаем! Какие-то ажиатые бусы. Неплохо мы сработали, айтем! Воу, слушайте, опотненько. Довольно-таки, довольно-таки да. Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны и пропустили нас с миром. А она была права. Мы вторглись в их мир, и не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Электричество – грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир мертв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось все метро. В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли эта ложь во благо. Ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили. Артём, Артём. Просыпайся. Проснулся уже? Артём, тебя полковник в рубку зовёт. А я побежал. Вставай, пора. Жена, мы столько не виделись, а ты меня гонишь. Что ж ты за жена такая? Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. Нас ведь людей так мало осталось. И, может, когда-нибудь сможем доверять незнакомцам. Просто... Просто... Потому что они тоже люди. Нагрузила... Извини, меня сегодня что-то на философию потянуло. Ох, классно здесь всё так оборудовано. Обалденно. Кассеты есть. Друзья, кассеты. Кто помнит, ставит лайк. Прикольно, прикольно. Слушайте, обалденно. Душевно так. Артём, посиди со мной немного. Конечно, конечно, посидим. Ну, хитрое, а? Хе-хе-хе. Оп. Хорошо как. Вега бы так лежала. Слушай, а ты когда забирался на высотки в Москве с радио, ну, ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху? Дом наш, к примеру. Ну, место, где мы могли бы жить. Избушка на опушке леса, там, например. Или хижина на берегу океана. А? Хотя, знаешь, есть что-то и в том, чтобы просто ехать вот так. Вместе. Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши. Куда-то в никуда. Да ещё и в отдельном персональном купе. Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? С опозданием, правда. Но до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были. Интересно, она может так бесконечно болтать. Сколько её гладит, столько она будет болтать. Ладно, давайте дальше пойдём, потому что всё-таки интересно. Что же дальше? Что, идёшь уже? Ну, беги. Куда они без тебя? Да ладно, не обижайся, Ань. Ну, мы же с тобой ещё здесь побудем, я думаю. Так. Туда можно туда. Дядя Артём! Дядя Артём! Там дядя ТТшник уже мастерскую доделал. ТТшник. Ха-ха-ха. Тульский токарев, да? Так здорово получилось. Намёк, намёк. Сюда, дядя Артём. А, привет, Артём. Видишь, как я тут устроился. Как короче слово. Перстак какой шикарный, а? Ха-ха. Всё под рукой. И места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал, на оборудование мастерское пошло. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. Ехать сюда по всему будем долго, а патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь, а я тут из них буду делать всякое. Работа-то, непочатый край. Вот ещё не решил ты костюмами заниматься. А надо будет. Давно пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят, честно, слово. У князя он вроник спинную пластину вообще не держит. А он ржёт. Хорошо, мол, не передняя, а то без пальцев на ногах остался. Так, ладно, давайте-ка на всякий случай сейчас почистим наши стволы, если они у нас запачкались, я не помню. А, всё чистенькое, всё хорошее, классно. Так, далее, далее, патрончиков быстренько тоже сделаем. всё, отлично. Дядя ТТ-шник, а, дядя ТТ-шник. Мишка, помните? Мишка, да, тот самый Мишка, вот он. Так, а вот эту штуку, друзья, я видел, наверное, не один десяток раз вживую. Набирал с неё кипяточек, такая специальная штука стоит в вагоне. Кто ездил из более старшего поколения, тот, наверное, такие штуки видел и не раз. Ой, всё так знакомо. Я лет десять по таким вот вагончикам помотался, покатался. Чё, тоже покурить вышел? Нет, я не курю, Ну давай, ладно, уговорил. Курение, друзья, вредит вашему здоровью, имейте это в виду. Промирает курева, да промирает. А ну как? Забирает. Ну ничего, радащимся. Когда мы сейчас крестом самокрутку-то раскурим? Всё, друг, пора. Пора имам с тобой прощаться. В общем, правильные вы, Артём, люди. Полковник, князь. Ведь как на мосток выступил. Орёл, а сейчас грудь колесом ходит, хвастается, как есть пацан, но боевой. Ну так, я чё сказать хотел. Спасибо, в общем. Вы меня как своего приняли. Ну и я, простой я человек, за мной не зажавеет. Да ладно, крест, всё нормально, сочтёмся. Всё в порядке. Я понимаю, что разговаривать вы все ребята можете бесконечно, поэтому... Новая заметочка. А ну-ка, письмо Насте. Папа, я пишу, чтобы ты знал, когда вернёшься, где нас с мамой искать, потому что мы с мамой одни остались. И Силантий сказал переезжать в башню, а вагон сказал бросить, а я не хочу. Я хотел тебя в вагоне ждать, а мама сказала, что нельзя. А Силантий сказал, что ты не вернёшься, потому что не прошёл испытание веры. Но он всё врёт, и никакие испытания тебе не нужны, потому что вся их вера чужая. Я помню, что ты говорил, мама молчит, но я знаю, она тоже ждёт. Поэтому возвращайся скорее и поедем от этих дураков. Я тебя люблю, Настя. Как жалко. Жалко, Настя. Скорее всего, папа не вернётся, но мы не будем это говорить этой девочке. Пускай думает, что вернётся когда-нибудь. Вагон-то купейный, на самом деле, не просто так. Никакой там плацкарт. А давай, легко. Я тоже, тоже в деле. Поехали. Поехали. Спасибо, Стёпа. Но ждёт меня полковник. Пойду к нему. Так, уйти. Вот так. Ой, Катя, простите. Душевная серия такая, у нас с вами получается вот это. Почти хотел отец Настин. Он погиб ведь? Настя знает. Погиб. Я не хотела говорить сначала. Мол, на ярмарку уехал. Три дня прошло, я всё держалась. Думала, и вида не подаю. Печальная история, ладно. Артём, тебя полковник в руки ждёт. Так, окей. Князь. С броником-то что? ДТшник ругался. Ну, тут жизнь на историю. Слушайте, душевные ребята, да, обалденно. Самовар. Класс. Посудку бы помыли, кстати говоря. Сэм, ну, ты же вообще любитель чистоты, американец, все дела. займись. Артём, считай, всю работу сделал. А тем временем, обратите внимание, природа, да, потихонечку отходит от снега. Скоро, видимо, нас ждёт какая-то другая. Ну, в любом случае, другая локация нас ждёт, поэтому интересно, какая. Лес или пустыня? Ну, наверное, лес, я думаю. Слушай, удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник, дешифратор подключил. Ковчег, Ковчег, ответьте. Приём. Это Ковчег. Назовите себя. Приём. На связи полковник Святослав Медликов, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Приём. Да, да, слышу вас хорошо. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи майор Иванов. Минутку. Да, да, всё понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Медликов. Отлично. И да, простите за недоление, но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьёзная. Враг не дремлет. Понимаю, товарищ майор, поэтому прошу, передайте руководству твои бойцы верной присяге и готовы встать в строй, как только мы пребудем в расположении. Приём. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей попросить? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Так. Вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного, но мы везём донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К-6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Приём. А, минуточку, проверю. Эм, К-6 Альфа, говорите. Так, товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждём. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор? А? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас всё в порядке. Не волнуйтесь. И до встречи на копчеге. Конец связи. Служу народу. Конец связи. Ну что, Фома неверующий, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов. А подумать только. Сам министр. Артём, кстати, можешь на карту глянуть. Мельник, тебе не показалось вообще ничего странного сейчас разговорит. Иванов какой-то подозрительный товарищ. повезло нам. Там было много приоритетных целей. Так что можем надеяться на спокойное плавание до самого порта. По расстоянию вроде и недалеко. Но от состояния путей всё зависит. Так что ползти, наверное, будем долго. Ничего, доползём. Ну, Ермак, так о чём мы там? Про то, что цели выше всего. Ага, понятно. Тут идёт политподготовка, я понял. Так, вот что я хочу сделать. Хочу выйти вот сюда. Давно хочу просто посмотреть. Ощутить вот это движение этого поезда нашего с вами классного. Слушайте, ну очень здорово. прям глаза закрываешь как будто как будто еду куда-то на этом поезде. Очень классное ощущение, обалденно. Интересно, спрыгнуть нельзя? Наши по-любому остановятся меня подобрать, я пока тут домики проверю. Полазим тут, посмотрим, лут какой-нибудь поищем интересный. Так, ну что ж, полюбовались и хватит. Давайте возвращаться и скорее всего мы в принципе плюс-минус со всеми поговорили, кроме со спецназовцами, с ребятами в ресторане. Но думаю, что пора бы нам посмотреть следующую локацию, куда мы отправимся. Очень интересно. Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия к правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят, нас они простят тоже, и все поедут домой. В метро. А какой смысл сейчас возвращаться в метро? Реально жизнь есть огромный территорий. Даже в принципе желание можно целый домик найти. Поселиться в нем. Зачем в метро чахнуть? Дрезина, что у вас впереди? Прием. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо и за радиацией следите. Прием. Есть. До сих спор не верится. Мы ведь добрались. Добрались, поймаете? И шли мы к этой цели не неделю, не месяц, двадцать лет ше... Целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что, теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Тише, что ты? Товарищ полковник, до земли нас накаливает. Так, всем надеть маски, пассажирам в руку и задрается на губь. Ура, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на дрезине. Подождите там нас с Артемом. Есть подождать. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала, как правительству докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Даже не сомневайся. Бермак, стоп, машина! Так это наша дрезина, да? Какие они интересные, на разведку выехали. забавно. Аврору отогнать в безопасную зону и всем под броню. Сейчас делаем. Степан остается за старшего. Все ясно? Так точно, товарищ полковник. Отлично. Поехали. не это точно. Видишь, как склон вскрыло? Интересно, сколько пунктов повезло. А то у вас еще на 300 и на 500 будет. Да и так, в общем, неплохо получилось. Ха-ха. Попробуйник, термак попроводит. Из зоны вышли. Он нормальный. Ждем вашего возвращения. Прием. Отлично. Конец связи. Смотрите, машин столько. Видишь, прав был Артем. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Все, мы уцели. О, это дрянское место. Честно, зря мы сюда ехали вообще. Ну и собственно, где мой велкам комитий и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Воу-воу-воу. Серьезно? Задавитесь. Полковник Мельников, прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? А, остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Снизу вас встретят. Мне нравится вот это машины у ворот не ставить. Штраф лопатой по стеклу. Мельников на доклад ты совсем в души воротик. Отчего у них тут пусто так? Не огневых точек ни поджуэй? Часовых даже нет. А зачем это все? Ядерное боеголов крита не всела. Воздух чистый, маску можно снимать. непонятно. Куда комендантская рота смотрит? Да, могли бы прибраться. Ну, посмотрим. Сэм, идиот. Я тут подумал. Нечего нам всем на доклад ломиться. Оставайтесь лучше с крестом. Есть. Есть, сэм. тихо, страшно. страшно. Ты хоть речь-то подготовил? А то, как заклинит тебя, это же сам министр. Чего на тебя? Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Ну, с Богом. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо, давно не был. Да вы! Даже разбираться не буду. Половине точно я там насовал. Что за жесть вообще? Что происходит? Слушайте, даже вообще никаких предположений нету. Ради поезда или дрезины, да ладно? Серьезно? Какого барахла здесь вообще вагон? что происходит? Что происходит? Где я? Что с остальными? Все идет по плану. Все целы. Пока. Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что издеваешься, гад? Соткнись, доктор, говори. Где правительство гнито? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же, вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи. Я тебе твои анализы так в жопу заколочу. Плеваться ими будешь. Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти! Я молча откручу тебе башку. Готовься, гад. Не один! Я уйду! Не один! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовите к нам ваших людей, оставшихся на поезде. вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник, я вполне могу вами подавиться. А пока разрешите отклониться. Да я вас зубами рвать буду! Всех вас под корень до войны еще надо было! Но я сейчас вас уйду! Выжечь мразиту! Не приходи теперь покушаем! Ты что, голым, что ли? Ой, жесть какая! Я не думал, что мне этот момент рассмешит, но тем не менее. Какой бред! Ой, жесть! Давай, давай, ребята, давай! Красиво! Сэм, красавчик! Дай-ка мне что-нибудь! Ох, мельник, тебя я поддерживаю, сейчас будем крошить. Готовьтесь, мрази, просто готовьтесь все. Так, быстренько осмотрим, вдруг какая-то заметочка есть, почитаем. Легко. Сейчас будем вам украшать. Да, слушайте, лучше мансить, наверное, либо куда-то спрятаться, потому что я понимаю, что продержаться минуту здесь будет проблематично, тем более, что они тоже в ответ стреляют, вроде как. Воу, жаркое местечко замечается, слушайте, да, после поезда душевного сразу, сразу бросило нам бразуру. Я немного пограничился. Черт с ним! Идиот! Запустить плотный рыв! Готово! Лит пошел! Будет через минуту! Соборона! Молодцы! Минуту продержимся! Черт! Эй, ребят, не толкайтесь, не сбивайте! Не сбивайте прицел! Хорошо! Брата, Жарите! Блин! Воу, тихо, 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 тихо! Какие жирчики, а? На человеческих-то харчатах, гады! Надо первых вырубать пушками. Воу, тихо, 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 бам! Артем, где ты? А, все, да, все, можно, ребята, я с вами, я с вами. Ооо, поехали. Да, в принципе, какая разница, они-то внизу, мы вверху, пускай там бегают, прыгают. Но думаю, что это не конец в любом случае. Ну точно, как наш D6, лифт такой, экзаклей. Да, и это очень кстати, так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой, а времени у нас, думаю, не больше 10 минут, так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. Идет со мной в командный центр. Артем, на тебе казармы и медблок. Ну поехали. Артем, твой этаж. Куда идти-то? А, все. Окей, ребята. Не того назвали идиотом. Так. Заметка. Нет, не заметка. Похоже, но не заметка. И что? И все. Нет, вот сюда можно? Нет, нельзя. Обычно можно подключаться в эти штуки. Так, а вот заметочка у нас. Давайте-ка прочитаем. Это интересно. Страница дневника 1. Повезло. Как же повезло, что сроки сорвали. А я дурак еще о премии переживал. Нахрена кучки пепла премия? А так правительство так и не прибыло. Что весь комплекс наш, все запасы, бункер, не целый город с запасами на годы. А на все это пара тысяч. Плохо только с бабами. Не протык. Ну ничего. Спокойно дождемся, пока радиация рассосется и спустимся с горы. Вернее, вылезем из-под нее. Да уж, повезло. Правительство-то не просто так не приехало, потому что бюджет на запасы кто-то расхитил похлеще нашего строительного. Мы-то в конце концов готовы к сдаче, а жертвы на складах нету. Понятно, кладовщики варьё все. Не зря мы с ними разобрались. Но тут похоже, они не врали. Целый склад и прапорщику за месяц не сожрать. А там пустые стеллажи. Ну крупы какие-то, макароны, да и только. Надо до конца года в обрез. Ну понятно. Наверное, все же их быть людоедами здесь заставила нужда. Наверное, выжить хотели. Но нет. В любом случае оправдать я это не могу, потому что ну, можно было как-то попытаться порастягивать. Возможно там не знаю, не знаю. Не хочу искать никаких оправданий этим гадам. Хочу их просто крошить, мочить в сортире, как говорил однажды один человек. Ну, и что? Ну я конечно подожду, возможно. Возможно не буду, потому что мне вот сюда нужно. вот так вот. Пробки выбило. Бывает. Давай, иди возьми. На, взял. Возьми вот это. Подожди, подожди. Мясо. Слушай, он получил в лицо, а ему хоть бы что. Видели такого героя хоть раз? Я впервые вижу. Ну давай. Опа. Подгорел. Не буду говорить, что. Все, надеюсь, поняли. Подачи. Ты чего стреляешь, дурак? Что, обалдел, что ли? Че стреляешь-то? Так, а у них, оказывается, оружие-то есть. Интересно. Значит, будем разряжать, ломать, собирать всякие ништи. Ой, жесть какая. Какая жесть, ребят, извините, кто кушает. Девчата, ребята, извиняйте. Это не я, это все левел-дизайнеры. Вот так вот. Дробовика на вас нету, сволочи проклятые. Все, отдыхай. Не, враги какие-то ватные, на самом деле. Ну, как бы хардкор, не совсем хардкор. Ой, какая жесть. Ужас, просто ужас. Борща достоин только папа. Интересное выражение. Да, мега-криповое какое-то место вообще нереально просто. Иду, иду, иду. Все равно все будет нормально, мельник. И не переживай. Каждая секунда, но так или иначе без нас-то секунда никуда не денется. Вот это мне нравится открытие. Правильно. Отвалил гад. Туда же пошел. Проклятущие уроды. Ну, что ты орешь-то там? Ты постреляться решил? Ну, ну, давай. Пострелялись? Так, тихо-тихо-тихо. До свидания. Оп. Колобаха. Ты что так близко-то подходишь? Ха-ха. Я думал, тебя нет здесь. А ты тут стоишь. Во, герой. Слушайте, какая жуть. Представляете, сколько у них здесь еще при Поседону. Конечно, вот этого товарища уже особо не объешь. И столько суп какой сварить, наверное. Даже предположения никакие не хочу делать. Тем временем апгрейдики подъехали. А вот это человеческая кожа, друзья. И это жутко. Жутко и страшно все это дело выглядит. Интересно, а где они столько людей нашли? Если кто-то знает, напишите в комментариях вот вообще историю этого места, потому что, ну, рано или поздно мы, конечно, узнаем, но интересно все же, где эти уроды нашли вообще? В принципе, столько людей, чтобы с удовольствием тут жрать их все это время. Много-много, иди сюда, моя прелесть. Давай. Я знал. Я был уверен. Вы как эти? В какой-то игре было. Что-то напоминает мне этот момент. Или орки какие-то так выражались. Похоже, как-то так. не знаю. Не помню. Неопределенно напоминает моя прелесть, но особенно первый раз, когда он вышел с топором чудила. Слушайте, столько патронов. Как забрать? Обязательно нужно забрать. брат, брат, ты что? Жалко. Это же от крупнокалиберного какого-то пулемета патрона, или нет? Да, настоящая оружейка. Посмотрите. Угу. Сдается мне тепловизор. или прибор ночного видения отвалил. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Было бы интересно. Так, что-то можно включить. Давайте это сделаем. Так, хорошо. Хорошо. тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Артем. Да, проблемно. Сейчас может быть проблемно. Поэтому, скорее всего, как-то, само собой, нашелся выход. Взгляну. И на тебе, пожалуйста. Так, кому-то сейчас пошатки дадут. Так, а вы знаете, вот что хочу посмотреть. Что дает рукоядочка? А ничего особо не дает? Пистолетная она, да, получается? А здесь? Ночной прицел Нет, наверное, пока нет Пока не будем ставить? Пока хватит такого А, вот что хотел сделать, забыл Давайте-ка сейчас у калаша поменяем прицел Потому что с оптикой ходить здесь немножко проблематично Поставим коллиматор Да Пошел вон, черт поганый Вообще не жалко уродов, слушайте, прям Даже какой-то своего рода Ну, не то, чтобы удовольствия Но что-то есть в истреблении подобных гадов Ой, ну давай, давай, давай Покричи, выбегай сюда Тихо, 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 тихо Ребята, ребята, подожди О, у вас там плющи, да, придурки? Так, все Отлично Минут парочка кретинов Слушайте, представляете, какой здесь запах Это же просто дичь Полная дичь Какой здесь запах Я думаю, что тут запах Сродни, наверное Уже такому Воздуху, который действительно влияет Каким-то образом здесь На здоровье человека Верни Вернись мой мозг Смерть Это ты Ука Пропил страну Кто мы не узнаем Ну, возможно Тот, кто сидел в этой камере А возможно и нет Некий Ука Пропил страну Так Дебил не Что-то там непонятно Неужели здесь поспать можно? Представляете, сейчас бы Артем Раз прилег поспать Ненавязчиво М-да Местечко определенно шутковатое Мягко сказать Ой, гад Тебе вообще не повезло Знаешь почему? Вот почему Не, подожди Подожди А разве не на Кью? Жесть Я его банками закидываю Какая жесть Хотел его Красиво Накормить Получилось не очень Закидал сперва банками Потом в итоге дробью М-м-м Восьмидесятые Те самые Жаркие восьмидесятые, да? Так, еще какой-то апгрейд На калаш нашли Это интересно Тихонечку обзаводимся апгрейдами Ну, знакомые лица Все Всем этим лицам Уже не раз тут Дробью досталось Что происходит с банкой? Я надеюсь, вы это видели Там реально вот эта вот Штука зеленая увеличилась В несколько раз Соблюдайте чистоту Да уж Тут и не пахнет И чистотой Двусмысленно сказал Не пахнет, да? Так, ну что Идем дальше Внимание всем Командный центр наш При потере связи Точка сбора здесь Вперед Разбили с управлением Дверьями и листами Заблокируют все Алисты и прогоды Ух, эти твари Пошли Слушайте, неужели Неужели курьми у меня, гад, а? Так, все Есть контакт Отлично Здесь что? Как вот Все-таки разработчики Передали Очень круто Атмосферу Этого места Но вообще В принципе Любого места в игре Атмосфера Передана на 5 с плюсом Либо я уже просто Соскучился По подобным играм У меня, знаете Не один раз Промелькнула мысль А не пройти ли мне Сталкер Потому что Самое смешное В чем Заключается в том Что я Не играл во второго И в третьего сталкера Ну в смысле Я имею ввиду Чистое небо И зов Припяти Вот в этих Я не играл Как-то Не довелось Мне Вот у меня Мыслишка такая Не пройти ли мне Еще раз Точнее Первый раз По шуминкам И немного Ты смотри Какой ты гад Живучий Выжил Каким-то чудом Вообще непонятным Взорвалась Канистра Все равно Стоит Герой Да Мест много Сюда уже нет Так Какая-то заметочка Интересно Страница Дневника Три Надо открывать Подумаешь Радиация Больше года Прошло Зато Не наши Им и доли Не надо Пусть между собой Жребий тянут Или еще Как главное Нам теперь Надолго хватит Колотит Всего Ломает Температуру Мысли Путаются Эршал Про привоны Какие-то Говорил Приезжие Принесли Прожевать Надо Лучше Было Прожевать Чтоб ты Подавился Гад Проклятый Так Подождите Лучше Лучше Наверное Дроговичок Потому что Здесь Того-нибудь Близко Все это Происходит Придурки Баночку Лови Нет Конечно Подожди Подожди Ребята Нет Вам Вам Гада Вот такая Смерть Вот такая Вот Смолочек Корите Ах ты Гаденыш Ну хорошо Давай Артем Кали Сейчас Будем Разбираться Сразу Поджарю Вас Как Вы Здесь Когда-то Кому-то Жарили Наверняка Так Тихо 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 Не спешим Не надо Друг Ой Где 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 Скорее Давай Иди Рви Рвач Тем временем Аптечки Кончаются Рвачи Нет Поэтому Что Стоп 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 Так Подставляюсь Подставляюсь Нельзя Подставляться Нужно Аккуратно Все Делать Так Не знаю Что Наверное Надо Любой Рычаг В этой Игре Нужен Так Или Иначе А Я Видимо Своих Ребят Поднимаю Скорее Всего Да Нет Просто Ворота Открыл Хорошо Продолжаем Тихо Тихо Босс Пулеметчик Серьезно Подожди Друг Подожди На Ка Подкушай Запей Точнее Знаете Проблема в том Что у меня Аптечек Осталось Вообще Ерунда А это Пулеметчик Сгорел Серьезно Что Как-то Босс Пулемет Так себе А нет Не сгорел Ах ты Гад А Чуть 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 Но Мы Сейчас Его Взорвем В любом Случай Зажарим Гада По-любому Потому Что Так 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 Нам Куда Нам Вот Сюда На Подъешь Тихо 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 Ах Нет 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 Никак Нельзя Вылезать На Очередь Потому Что Сразу Режет Вообще Не Выдерживает Артем Такого Попадания Так Подождите Мы тогда Сделаем По-хитрому Подкрафтим Аптечек Потому Что Их Немножко Осталось Все Максимум Так 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 Далее 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 Ножи Нет Ножи Мне никак Не помогут Что Есть Новенького А ну К Взглянем Быстро Что Дает ИК Лазер Ну Допустим Невидимый луч Инфракоз Прицел Создает Цель Очень Небольшое Пятно Которое Можно Заметь Только С прибором Ага Понятно Нет Не надо Такое Пока Не надо Так И Наверное Что Наверное Все Да Потому Что Больше Мы с вами Ничего Не Подкрафтим Ну Окей Придется Сейчас Аптечку Сожрать Чтобы Восстановить Немножко Здоровье Сохраниться Давай Гад На Ка тебе Вот так Вот Для начала Ты Туда Пошел Так Тихо 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 Проблемы Потихонечку Накапливаются Найдешь Найдешь Лови Так Босс Пулемет Да Хорошо Так Так Проблема Проблема Есть 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 Проблема Тихо Ты Зачем Артем Сдурел Туши А Скорее Ну а тебе Для начала Прижал Правда Не буду врать Гад Прижал Артем Артем Жесть Какая Ой Бедный Артем Прости Друг Думал Пролетит Ой Жесть Так Давайте Осмотримся Какие Тут Есть Вообще Варианты Куда Тут Можно Взобраться Вот Пока Не будем Полностью Заходить Может Может быть Ему Как-то Нужно По каким-то Под сумкам Стрелять По патронам Что-то еще Такое Но Чувак Не дохнет В голову По-любому На нем Столько Брони Что Вроде Как Выстрелы Проходят Но Чувак Не дохнет Вообще Ни при Каком Раскладе На-ка Подъешь Пока А Вот Смотрите Трубы Возможно Трубы Как-то Решат В смысле В смысле Что случилось Сейчас С ним Да Ладно Какая Жесть А сейчас Что случилось Почему Ты умер Чувак Ты что Не Не Подожди Подожди Давай Возьмем Не вместо Калаша Наверное Вместо Тихаря Взял И сдох Просто На ровном Месте Взял И сдох Зачем Так Столько Мне парил Мозг Здесь Я не Понимал Вообще Что Надо С ним Делать Он Взял И Помер Видимо Игра Надо Мною Жалилась Думает Рак Какой-то Пройти Не Может Давайте Хоть Дадим Товарищу Шанс И Дала Шанс Тогда Сохранимся Давайте Обязательно Слушайте Ну Странный Момент Действительно Странный Честно Вам Он Возьми Да И Сдох Пацаны Знаете Что Сейчас Будет Дать Будет Весело Очень Да Сколько Здесь Вообще Человеческих Всяких Остатков Останков Жесть Просто Жесть Так Страница Дневника Три Надо Открывать В смысле А вот Дневник Офицера Один Так Месяц Уже Сидим Как Крысы В Наря Толку Даже Не Знаем Остались Хоть Кто-то Еще В Живых Все Антенны Снесло Радиация Такая Что О ремонте И думать Нечего Хотя Будь Они В Порядке Кому Мы Нужны Начальство Так Так И Не Приехало Похоже Правительство А Похоже Правильно Строители Говорят Надо Обустраиваться Здесь Надолго Что-то Они Со Своим Советом Совсем Уже Ладно Бы Строители Такой Выдумли А военным Чего В эти Игры Играть Чтобы Некомендар Своим Приказом Файки Урезал А Правительство Постановило С него И взятки Гладки Ну С пустыми Складами Все равно Как Не Садитесь Доктор Прав Мы Радисты Попались Сюда Не Напрасно Мы Спасем Не Только Своих Товарищей Но И Тысячи Выживших Снаружи Надо Только Наладить Связь Сообщить Начальству Что Мы Живы Они Обеспечат поставку Продовольство И проект И тогда Пролит Ковчег Сможет Дать Всем Желающим Надежное Убежище От Радиации А что Может Быть Сейчас Важнее Ну Допустим В общем С благими Целями На самом Деле Они Здесь Пришли Сюда Но В итоге Превратились Хотя Может Быть Еще Будет История Может Я Тут Зря На самом Деле Собегаю Вперед Может Еще Нам Объяснят Что К чему Так И вы знаете Я вот вам Что Предложу Серия У нас С вами Уже Гигантская Получилась По времени Действительно Очень Длинная Очень Большая Поэтому Мы За Эту Дверь Пойдем Уже В следующей Серии Посмотрим Что за ней Возможно Продолжение Сюжета Возможно Еще Здесь Походим Постреляем Этих Местных Гадов Людоедов Спасибо Что Посмотрели Это Видео Если Вам Понравилось Ставьте Лайк Подписывайтесь В целом Все пожелания Предложения Направляйте В комментарии Я их читаю Отвечаю На них И увидимся В следующей серии Пока Пока